Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Абонент» доступен в эфире. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня композитор Эдуард Артемьев. Здравствуйте. Привет. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Ваша «Сибириада», отрывок, который мы только что услышали. Вы ведь родились в Сибири, но, насколько я знаю, не прожили там долго. Тем не менее, это произведение, это сочинение воспоминания для вас? Нет, конечно. Это просто задание... Что-то я себя... не мешает тебе моя речь, которую я сейчас слышу. Значит, это задание Кончаловского по картине «Сибириада». И, так сказать, кадр решает всё в кино. Вот и всё. Ну, то есть, детские ваши воспоминания, они никак не легли в основу этого? Никак. Мои детские воспоминания начинаются уже с Архангельска. Архангельск, Котлас, Мормонск. То, что мы переехали туда, из Сибири. Ну, 4 года вам было, а в 41-м году как раз военные действия были. Помните какие-то эпизоды или, может быть, позже какие-то военные эпизоды с вашего детства? Я прекрасно помню. Мы жили недалеко от корота морского, куда ленд-лист потом поступал. Ну, там всё время атаки были немецких самолётов. Сначала не могли понять, как они могли добраться до Архангельска. Потом выяснили, что у них была на льдинах в Медведомой океане база. Там в бахтовое место прилетали пилоты и летали, кстати. Пока разбираются, там по городу они здорово попадали. Вот, я помню. И у меня самое такое яркое вспомнение, когда много, конечно, вызывание сирен. Это бомбоубежище такие примитивные. И однажды был одной сиреншим. Мы вышли, там толпа людей вышла, шла по проспекту там такой. И вдруг я слышал какой-то такой рёв и металлическим какими-то ударами звук. И чуть народ заорал, смотрел прямо над нами, над головами, на высоте двухэтажного дома. Пролетело вот это. Видимо, это было на сиршню, так вспоминаю. Я видел силуэт лётчика. Но все думают, что сейчас он себя к нам положит. Нет, он нам пролетело, покажал кривями. Вот это было потом. А отец, я думаю, что же это значит вообще, что такое? Вот такая история. Но какие тогда были чувства? Можете вспомнить эти ощущения? Там ещё по утрам трупы убирали. Я тоже вспомнил. Ну, выходил гулять, там лежат под голоду умершие, замёрзшие. Всё это ужасно. Мы потом, когда немцы стали сильно бомбить Архангельск, Отец нас отправил сначала в такой город Сольвичеводский, он сейчас существует. Затем мы поехали в Котлас. А потом ещё спосли слухи, что сейчас немцы добираются и до Котласа, там какой-то перевалочный пункт. Мы уехали в деревню, сам на берегу Белого моря. И по морю жили. Почти год. Тоже для меня это ярко. Во-первых, они русские, но речь их мало похожа на русский. Натуральные. Столько местных слов, что я, значит, просто ничего не понимаю. Это я за полом такое. Очень добжерные люди. Насколько вот эти пережитые события в жизни важны для композитора? Вот этот опыт, жизненный опыт потом, он отражает? Находится отражение в творчестве, в работе, в понимании музыки в том числе? Ну, я не знаю. Я думаю, что... То есть я наверняка, ну как, всё без следа, ничего же не происходит. Но напрямую я этого не чувствую никак. Слушай, мам, Саша, да, ты так говоришь. Я вам как бы это разное. Вообще, сочиниться, это же новая реальность. И она мало сопрягается с... Сейчас, на первый взгляд, с действительностью. Но наверняка срезается, но это каким-то таким таинственным образом, который нам с одним кто-то сочиняет, недоступен. Вы говорили, что в детстве мама вам читала одна из любимых ваших сказок. Это была «Ранжевая горлышко» Виталия Биянки. Вам очень нравилось это произведение. Да. Почему-то я всё время плакал. Почему-то, не знаю. Да, это действительно очень такая пронизывающая сказка. Да. Ещё вы запомнили, говорили о том, что Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. Вот этот ломанный ритм, он вызывал у вас какое-то особенное чувство и привлекательность. А в чём он? В чём он вас заинтересовал? Вызывал, вызывал. Потому что ничего похожего мне не читали. Вот это просто... Я в этих стихах почувствовал, если можно сказать, мощь. Мощь личности. Вообще, чем дальше, так сказать, уже отхожу от того времени, я считаю, Маяковский – крупнейший поэт в России. Ну, больше, больше нет никого. Ну, вы для себя поняли, что такое хорошо, а что такое плохо? Вряд ли. То есть, стихами Маяковского это не объяснить всё-таки? Всё не настолько, что они делали. Нет, вообще нет. Но если говорить о музыке, опять же, о восприятии музыки, о смыслах, которые улавливают слушателей и ассоциации, которые у него возникают. Вот, например, если мы говорим о современном латышском композиторе Петре Севасксе, в нём можно увидеть такое замороженное состояние. Многие видят в этом Латвию такой минимализм, может быть, немножко медленно и так далее. Вот каждому композитору свойственно передавать этот темперамент или всё-таки нет? Вот ваш темперамент, он передаётся в вашей музыке, как вы считаете? Ну, если это вопрос, что меня в мою музыку узнают, значит, что-то передаётся, да? Что-то есть общее. Вообще вопрос, это вопрос стиля. А вопрос стиля — это вопрос предпочтения, какими средствами ты работаешь. Они накапливаются в течение жизни, продолжительной творческой естественной. Что-то остаётся у тебя в арсенале, а другое отсекается. Я, скажем, вот, что для меня удивительно, что я помню с детства не любил Чайковского. То, что я сейчас не люблю, я понимаю, это гениальный, великий. Но вот эта открытость, такая разорная душа, открытая, меня это очень заностораживает. И так как-то я не воспринимал этого. Кроме одной вещи — сладкой грёзы. Вот это было глубоко. Вам кажется, что композитор должен быть более закрыт? Нет, нет, но мне ближе, скажем. Вы видите, вообще у музыки много названий, много ферсистик. Для музыки ещё одно есть свойство. Есть такая музыка, в которую композитор вкладывает все свои чувства и образы. Вот в Чайковском мы говорили. А есть музыка, которая рождает образы, разные у всех. Бах, бах, например, да? Мотор, движение, всё. Там ничего конкретного нет. Эта динамика, мощь, она рождает совершенно непохожие друг на друга ассоциации. Ну, есть музыка, которая передаёт состояние, наверное, это можно отнести к вашей музыке, скажем, к фильмам Тарковского, в том числе к «Сталкеру». Ну, это не так, наверное. Видите, кино — это такое же задание режиссёра. Это очень важно. Я так никогда бы такую музыку не написал. Но вот его задание, сам образ, мир, который, кадры. Там удивительная вообще была вещь, когда я с ним три картины подряд сделал, у меня как бы даже появился какой-то специальный язык для Тарковского. Ну, приём, методы. И потом, когда он уехал, я ещё пытался многим режиссёрам как бы это предложить ещё раз. Никто у него принял абсолютно. Видите, такие вещи. Это от много отличностей совершенно зависит. Но Тарковский ведь, если я не ошибаюсь, вы в одном из интервью говорили, он не требовал от вас мелодии. Вы с ним ввели разговоры, и он просто говорил о том, что он видит в своём фильме, а вы уже мелодию и тему музыкальную придумывали сами. То есть не было никакого диктата в этом смысле. Абсолютно. В отношении с ним было и легко, и очень трудно. Ну, во-первых, ничего конкретного. Былся философии, да. Что вокруг этого кадра, как он всё представляет. Какие ассоциации у него сталкивают, допустим, там. Там же «Сталкер» — это вообще паразит, но она полностью с их христианским стимулом наполнена. Мучей, рыбы, да, всё это же образы Христа. Вот. И здесь только личное своё ощущение. И я помню, здесь единственный случай, как раз «Сталкер» же получилось, что фильм снимался дважды, и я даже писал музыку. Но всё равно по другому поводу. Когда он первый раз привёз материалы, ему потребовалось, чтобы я там что-то сделал. И первый, да, кстати, «Сталкер» вообще любопытный. Он мне позвонил, я приехал домой, он говорит, что у меня сейчас смайли в «Сталкере». Я могу тебе дать только его на пару дней, не больше, потому что по примеру экземпляров, мне нельзя актёров давать. Но прежде всего будешь читать, я тебе даю ещё диссертацию «Основы дзен-буддизма». Прочти её, потом уже к музыке будешь выступать. Это у меня открылся, я никогда этого. Я знал, что такое буддизм, я читал какие-то книги. Но тут от меня такой неслыханный мир объявился. Я помню, я эту диссертацию, я переписал всё от руки, за ночь и за день до следующего дня. Это удивительная книга, она сильно-сильно у меня повлиявшая, я как бы открылся совершенно мир. И тогда, даже первый раз, когда я написал, вот какая ещё была речь, что было задание такое сначала, что ему не нужна опять моя личная музыка, мне нужна тема из Средневековья, желательно, как можно дальше, 14-й век, 15-16-й, естественно, религиозная. И какая-то музыка, европейская музыка. И музыка, связанная с Востоком. Ну, я сразу же понял, что это Индия, конечно, это более яркая музыкальная культура, это Индия, безусловно, ситар, да, вся эта история, импровизация инструментов. Но с второго захода я это, в общем, понял, как сделать. Сначала, вот там, вроде, что это играет, блок флейта, там всякие приёмы записи музыки, синтезаторы и так далее. Вот сон стал, когда он же на ручье. Вот эту тему я писал в первой эскизе. Потом, правда, я смотрю, как ты это сделал? Ничего не понятно, потому что непонятно, что за инструменты. Вот это в то время ты его делал непонятно, действительно. Но он это принял, да. Ну, а мелодию на флейте ведь исполнял Владимир Мартынов, композитор. Владимир Мартынов, да, Владимир Мартынов, да, я его пригласил. Это мой ближайший друг и до сих пор мы в ближайших отношениях. Встречаемся очень редко. Потому что жизнь наша по кабинетам, так сказать, распихала. И мы уже, мы уже нет времени общаться. Вот так тебя по телефону извиняюсь. Кстати, Владимир Мартынов в нашей студии был буквально недавно. И он говорил о том, что среди композиторов довольно трудно найти друзей, скажем так. Но вот в данном случае, что касается вас, это такое исключение, может быть, исправил. Или вы с этим не согласитесь? Согласен, потому что, во-первых, мы учились, он моложе меня на 8 лет, что получается. Вот. У нас был один учитель, Николай Николаевич Сидемиков. Я учился в консерватории, он был в Системе Башаковине. А он у него был домашним учителем, Николай Николаевич Сидемиков. Поэтому это у нас одна школа абсолютно понимания музыки, и это очень важно. Я помню, когда меня Коля, так сказать, так и Коля, ну, такая, что он был в то время аспирантом еще. Он говорит, что мне дали это что-то воспитание мальчика удивительного. Совершенно гениально, да. Это было в 19-м лет. Я когда его увидел, я понял, что, да, абсолютно. Ничего не надо было видеть, это гений такой, да. То есть вы его учили? Нет, я его ничего не учил, наоборот, я с ним общался. Такое же впечатление было, когда я первый раз увидел Афреда Шнитка, я тоже понял, что это гениальный человек сразу, моментально передается, ни с чем он не объяснил. В нашем эфире мы говорили о том, что время композиторов ушло, эпоха композиторов закончилась. Вот вы согласны с этой точкой зрения? Конечно нет, конечно нет. Для Володи, может, она закончилась. Для меня нет. Она только открывается, гигантские возможности. Главная техника позволяет нам реализовать все, что когда еще музыка не могла даже прикоснуться к первых сочинений пространства. Такого никогда не было вообще, что никто еще не знает. Например, есть приборы, когда мы можем эмулировать залы, не только залы, но и там природу, акустический мир природы. Это там, где может один звук гулять, не знаю, часами, и ты будешь заворожен как... Это типа минимализма, да, но совершенно по-другому решению еще. Нет, слушай, это его... Я, наверное, с тем разговаривал. Он не совсем поняли. Время композитора в этом плане трактует, что целеверный композитор не может записать на ноты, вот тут нотный запись, которая сейчас выработана, все, что мы сейчас хотим реализовать. Ну, рок-музыки, например. Как? Там такое количество тембров, способов игры. Это только на слух, когда договариваться с гитаристом, с певцом, с органистом, как играть, чего. Это все на ощупь, на слух. Вот так оставь все. Записать невозможно. Вот в этом смысле время композиторов действительно прямого, так сказать, влияния исполнения сильно уменьшилось. Но за руки возможности есть. Можно записывать программу, можно записывать в память. В общем, для меня это вопрос совершенно... То есть никакого вопроса в этом нет. Есть оно, есть и будет, еще раз ждет. Я жду мистерии. В мистерии будет новый скачок. Потому что вот сейчас все готово для мистерии. Технически, технически. Осталось только построить такой зал и площадку, где это возможно исполнять. Велографии, управление звуковыми волнами не через динамики, а само пространство будет и может играть. Там совершенно степень воздействия такая, что даже становится как-то страшновато. Потому что это уже воздействие не только музыкальное, но какое-то психологическое, психологическое. И уже можно управлять человеком. Вот это очень серьезный вопрос. Мистерия в вашем творчестве, в вашем сочинительстве, если говорить о «Оде, доброму вестнику», можно ли назвать ее мистерией, когда она звучала на закрытии Олимпийских игр в 80-м году? Ну, нет. Конечно, нельзя. Но просто была возможность впервые мне реализовать, как я понимаю, как я должна звучать, какая должна быть музыка, и как она должна звучать, что за инструменты. Я всегда за то, что синтез оркестра, электроники и рок-группы. Это самое важное для меня. Сейчас, кстати говоря, это же секрет, который я могу уже раскрыть. Дело в том, что вот этот «Одобрый вестнику», там три части взяты из моего реквима, который я тогда писал и решил попробовать, так сказать. Мы переписали слова. Это «Одель и Зера», «Локривоза» и «Тубомиру». Вот. Значит, ну, потом я их для контакта я их так переделал, а потом вот год назад была премьера здесь, и в Питере, и в Москве. Я вернул то, что я когда-то написал. Вот такая история. Вот это участие всего пространства, ведь весь стадион, по сути, был участником этого произведения, был причастным к этому произведению. Насколько эта объемность, она тоже важна для композитора? Вы знаете, дело в том, что мы несколько потеряли задуманное. Потому что я решил сделать, или предложил сделать, что это как в Древней Греции, два хора, да, антифонное пение, два оркестра, в центре рок-группа. То есть вот тогда был бы объем. Но когда все это рухнуло, и какая техническая, не техническая, а политическая часть, все это, американцы не переехали, свои контролимпийские игры, отказались от оркестров, было все в записи. Это я, к сожалению, так и не услышал. До реальности то, что я написал, не дошло. Но, в всяком случае, объем стадиона там, да, играл. У нас звонок, радиослушатель на линии. Так, сорвался. У нас звонок 672-12-93-9, и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте, скажу. Добрый день. Да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Ну, во-первых, я хотел бы передать большой-большой привет от Игоря Леня, который живет в Лос-Анджелесе. Да-да. Он ученик, и вспоминает всегда с огромной теплотой, с радостью, тем более, что вы очень-очень помогли ему и при записи его диска, под названием «Здесь», «Винилова». Во многом другом, в его работе над фильмом «Возвращение Хаджины Средина». В общем, он много-много рассказывал о вас. Нет. Я сегодня, когда вспоминал, думаю, если меня спросят, кого я по Игоря Леня особенно вспоминаю. Вот. И главное... Да, он уехал, когда Лос-Анджелес, я с ним связь всякую потерял. Я, ну, мы на разъехались, я там жил тоже 3 года. А потом, значит, я однажды приобрел синтезатор Roland 5800, 50-800. И стал слушать демо. И вдруг смотрю, Игорь Лень одно представил, да, что он привет от меня. Спасибо. Я помню очень... У меня самые теплейшие отношения. Дай Бог мне здоровья. Если можно, расскажите, пожалуйста, о вашей работе на АНС, на синтезаторе. Это ведь уникальная штука была, такой гейм не было. Вы знаете, вы можете найти эту... Он сделан эмуляцией этого синтезатора для IBM-ских машин, для... не Mac, да, вот, Windows. Ну, перенаберите АНС, и вы увидите полностью его картинку, можете управлять, нажимать кнопки. Она еще не полностью воспроизводит все свои возможности, но очень многие. Там человек делает уже несколько лет, и уже, кстати, он очень известный. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Да, Александр. Знаете, у меня такой вопрос. Вы за все свое время немалое, вы способны вообще создать какой-нибудь один всенародный хит, как Антонов создавал, Пахмутова? Вы можете привезти там 20 оркестров, столько-40 группы, но не будет хита, не будет Артемьева. Он будет как Эдисон Денисов там. Да, вопрос у вас какой? Можно ли написать один хит? Или в чем он заключается? Да, хотя бы, по которому вспомнили бы эту фамилию. Вы знаете, до сих пор я не написал, значит, не напишу. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии и пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, кстати, вот если говорить о таком упрощенном восприятии музыки, ведь очень часто композиторов массовым сознанием оценивают именно по какому-то хиту. Ну, вы ведь написали Дельтаплан, если говорить, в конце концов, о популярном хите, но тем не менее, как раз, на ваш взгляд, существует такая несправедливость по отношению, скажем, к тому, что люди, которые пишут серьезную музыку, часто, может быть, в определенных кругах воспринимаются, как, ну, вот вам не удалось написать хит, который там написал какой-то другой композитор. Нет, я обратный пример предложу. Геи Кончели, один из последних фильмов, где вертолеты, там это самое, где Кикабидзе играет летчика. Миминал. Там же он песенку написал, потрясающе совершенно, он никогда песню не писал, она стала хитом абсолютно. И он запрещал говорить, что он написал это, он страшно этого стеснялся. Слушай, как бы это поперек его, так сказать, вообще творческого креда и представления музыки. Было написано по заданию, да, а его, как народ говорит, автор, были концерты, авторские концерты были в больших залах, серьезных. Вы представляете, как автор, изменино, знаменитые мелодии. Такие вещи. Ну, кому-то это нравится, что тебя узнавали, кому-то нет. Такое, сейчас не скажешь. Но вы написали ведь в том числе и музыкальную тему к фильму «Среди чужих, чужой среди своих», которая абсолютно узнаваема. То есть, это произведение, которое считывается с первых нот буквально. Да, извините. Да, вот об этом произведении. Какое оно, кстати, у вас, ну, насколько оно важно для вас? Ну, во-первых, оно стало известно только в 2000-х годах. Оно написано там в 68-м, в 68-м, в 60-м году. Так что она лежала абсолютно никому не нужная. Если бы не телефонные вот эти истории, когда стали заказывать себе мелодии на телефон многие, ну, это сделать случай. Вот она вдруг обрела второе рождение. Могла не обрести. Ну, да, замечательно. Я рад, что такое получилось. Ну, говоря о рождении, вы в одном из интервью рассказывали о том, что, по вашему мнению, музыка звучит у каждого из нас в голове, но вот композитор, он может как раз вытащить эту ниточку или интонацию, схватить ее и дальше так нанизывать, как бусинки, и создать, сочинить целое большое произведение. Это происходит все-таки спонтанно, вот захват этой ниточки или интонации, или это такой трудоемкий процесс? Нет, ну, в общем, спонтанно. Если я говорю вот так, что, ну, придешь по улице, да, все время, это у каждого какие-то мысли, да, звуки, это у каждого человека так устроен. Я, у меня это спонтанно, вдруг я понимаю, вот это вот надо будет запомнить. Ну, там несколько пневматических приемов есть, которые запоминаю. сейчас, извините. Володь, я сейчас заняться, я теперь звоню. Простите. Как раз, как мы заговорили о звуках, появились и самые звуки, которые нас сопровождают на протяжении жизни. Я вылетел из головы, что-то. Да, вот это ниточка. Ну, вот это у меня часто я могу запоминать, говорю, есть пневматические приемы, когда я могу запомнить там три или четыре ноты, которые мне нужны, которые являются ключом, потому что, мне кажется, как правило, это все это ерунда, оказывается. Но однажды это срабавит. Ну, вы считаете своим, ну, не знаю, можно ли сказать учителем, но человеком, которым вы прислушиваетесь, в киномузыке, это Джон Уильямс, который в том числе написал музыку к фильму «Список Шиндлера», и на встрече с вами, ну, вы рассказывали, по крайней мере, я прочитал в одном из интервью, он сказал о том, что не нужно писать слишком сложные вещи, потому что в кино ходят подростки 14 лет, и они не поймут, как он сказал вам, тогда твои очень сложные вещи. Вот музыка в кино, она должна, ну, то есть, идти по пути упрощения или все-таки нет? Вот как вы это видите? Нет, ну, знаете, это опять все двойственно, то же самое Джон Уильямс, у него упрощение какое-то, он просто потом пришел к вагнерской системе для телекомотивов. Представляете, у него все короткие темы, как раз из того, чтобы они запоминались, это короткие фразы из четырех-пяти-пяти нот, потом как он мастерски их комбинирует, и получаются такие хиты. Кстати говоря, «Список Шиндлера» это для него уникальная вещь, он никогда таких мелодий не писал, никогда, если посмотрите, просто это поразительная какую-то историю. Вдруг так. Правда, я даже знаю, как он ее добивался, там видно, как он работал на интонации, потому что там он ходил по краю, так сказать, лезвию ножа, чтобы не скатиться какой-то банально, с дикой. Вот, а это вот у него, это я вижу там огромный труд и умелое обращение с материалом, это блестящее ощущение, когда я первый раз, я не думал, что это его мог написать, никогда я. Вот, однако, такая вот она, ну, величайшая композиция, совершенно. Он создатель же вообще, что ж, наверное, голливудская музыка, это он создал, образ голливудской музыки, и как ее нужно сделать, и какая она должна быть, да, диктат такой, да. Я, вот, я у него был на записях в Лос-Анджелесе. Вы упомянули, да. Сейчас мы лет 90 уже, но все работает еще, это разница. Участь, ну, 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 что, у меня каждая нота, просто, это уже, если вы сейчас, кино пишет Джон Юрис, это уже половина успеха сразу все, пойдут сразу. Он же написал музыку к фильмам «Один дома», «Звездные войны», «Спилдер» во многих фильмах. Да, самый знаменитый фильм, это все. Потом, она часть, Хондар, недавно погибший, в самолете погиб, и вот это его ученик, буквально, потом заметил, его готовил до Груза, очень трудно, так сказать, попасть, без протекции практически невозможно. Ну, вот он привел, да, он сделал, там, «Ситаник», замечательный, кстати, Хондар тоже никогда такой темы никогда не писал, вообще, и потом еще успел много фильмов сделать, но ничего такого не было. Это какие-то вот огромные напряжения души, конечно, это перепрыгнул через себя. Вы упомянули, что в фильмах Тарковского, в частности, вот в «Сталкер», вы говорили, это очень такой христианский фильм, несмотря на то, что в нем дзенбуддизм тоже имеет значение, и вот такой симбиоз получился, может быть. А вот библейский мотив в фильмах и в ваших произведениях, какую роль он имеет, насколько я понимаю, может ли он считаться основным, вот библейский мотив, скажем, в «Сталкере» или... Нет, нет, нет. Совсем нет. Вот тебе говоришь, в кино это задание режиссера и то, что снято оператором. Вот это совмещение, тебе говорят, одно, а все приносят другое. поэтому, когда я впервые там начали рваться кино, внимательно читал сценарий, вот такой, оказалось, совершенно не нужно. Ну, так познакомиться с Пабло и больше ничего, а дальше смотришь, материал, что, какие кадры, что, слушаешь, все, что он хотел бы, что там было, и тогда получается то, что получается. Это меня еще в свое время спокойно у меня Самсон, 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 Самсонович 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 Он меня пригласил впервые на Мосфильм, вообще неслыханное дело, где он уже лет 25, что ли, на фильм «Арена», цирк. Я никогда этого не делал, но желание заработать, так сказать, и вообще прорваться, то да, я пошел на риск. ходил в цирк, слушал музыку, и написал просто цирковую музыку много-много разного. И вот очень через многие трудности, потому что я все-таки академическое воспитание человек, из Вилатурского, а он требовал, чтобы было, как у Чарли Чаплина, смешно, весело, тонкие мотивы. Но так вот я все-таки это сделал, сказал, что всегда слушать то, что хочет режиссер. Даже режиссер, который может быть музыкальным неграмотным, в то время такие бывали. Только еще музыкальный продукт был весьма невесом. Но в каждом, потому что ему доверили картину, значит, он знает, о чем он снимает. Значит, слушать, что он хочет, самым невероятным языком выговорить, ну, выглавливать. Я это стал внимательно слушать. Поэтому так долго вообще задержался в этом, так сказать, жанре. Вам ведь приходилось и переделывать что-то для Тарковского? Он был какие-то моменты недоволен тем, что, да? Нет, ну, это сталкер, мы полностью переписали запись. Вот, потому что первое-то задание было, значит, зен-буддизм и старинная, средневековая желательная религиозная мелодия. Я по этому искал, нашел знаменитую мелодию «То вставы». Можете смотреть, как вы видите, «Ульхири Мороза», посвященная Деве Марии, да. Вот. И, значит, ему это очень понравилось. Ну, и вот нашли, рекомендовал одного исполнителя Мугам из Азербайджана. Замечательный Мугам, очень-то дневный такой класс великой музыки, затягивающий себя. Это вот с индусской мелочей без воспринимается. Ну, и вот я очень легкомыслно воспринял, что я возьму христианскую мелодию, дам эту ситару, пусть она сыграет, и все. Это было нелепое решение абсолютно. Вот. Он, так сказать, слов претензий не высказывал, что там в законной редакции, там отозвал меня, говорит, старина, это совершенно не то. Сейчас закончим запись, я скажу, что я все принимаю, потом побеседуем. Ну, вот и так мы постепенно вот. Когда мы поговорили, я говорю, я не знаю, как это сделать. Скажи, хоть, что ты хочешь. Я тебе предложил, что ты пригласил, что ты мне, ты мне предложил, а не я тебе предложил. Я постепенно пришел к Ситару, уже с индусским импровизацией, импровизацией на блок флейте, в Курхереве, это по-моему, роза мелодия, но свободная импровизация Владимира Мартынова, да, вот так. Там антураж, пространство, ну, такая, я, кстати, вот эту работу для себя отмечаю, там получился не только образ, за какую-то вот такая, за иная жизнь. Но если говорить о культовых фильмах Тарковского, которым вы писали музыку, Солярис, Сталкер, наверное, Зеркало, возможно, какой из них произвел на вас большее впечатление? Солярис, Солярис, Солярис. Понимаете, я вот это остро переживаю ощущение Криса, становится порой страшно, возвращение у супруги из небытия. Это даже не Орфей, это совершенно что-то просто разум отказывается этого верить. Вот и правильно это может быть. Кстати говоря, может быть реально когда-нибудь случится такие вещи. Там может сломаться психикой нахрен абсолютно. Это не любовь, который оживляет. Да, он не оживляет, он просто, да, как я ее создал из его души, из его мозга, какая она была. И там еще на часа роман еще. Это совсем против. Ну да. И для меня это самое любимое фильм, вообще это вся история. Я-то хотел даже написать как мистерие, но у меня сейчас не знаю, хватит ли сил, уже время много. Вот как раз мистерие солярис, я, пожалуй, еще бы собрался с силами. Ну вот. Но вы пересматриваете эти фильмы? Нет, я не пересматриваю, я ее как свою музыку не слушаю. Нет желания никакого. Я больше себе ее слушаю внутри. Могу всегда вспомнить. Но когда кто-то меня просит, я, конечно, вставлю. А так мне не нужно так сказать. Тарковский Михалков это два режиссера, которые известны в том числе и на Западе, которых можно назвать мировыми режиссерами. И они очень разные ведь по своей работе. Вы даже в интервью рассказывали о том, что по подходам. Если Тарковский, как мы уже говорили, в начале программы просто с вами вел такие философские разговоры и не говорил, что написать, то Михалков передавал вам, в общем, убеждал, что нужно конкретно сделать. Задание. Задание. Вот с Михалковым как вам работалось? Насколько комфортно и насколько... Ну, вы знаете, дело в том, что Михалков владает еще кроме его многочисленной таланты, мощи. Он просто скажу, что он экстрасенс абсолютно. Он может в себя все, что он говорит и думает просто вложить. Не был бы я, другой бы точно написал другой, но тоже было бы удачно. Понимаете? Как актер у него играет, как ни у кого. те же самые актеры. Это просто чудо. И я бы видел, как он репетирует, и как он со мной разговаривает. Такой идет накачивающий, причем незаметный. Но такой дар Господин, что... Поэтому с ним работать очень легко. Потому что когда тебя накачают... Обычно я... 16 картин с ним сделаю. Я только на последней промашке «Сомленное солнцем 2». переменил несколько подходов к музыке. А так с первого раза все получалось. Это вот накач давало возможности. Михалков ведь писал вам из армии, чтобы вы не отдавали никому. «Да-да-да-да-да-да-да». Но вас повлияло это письмо тогда? Нет, конечно. Чтобы я действительно... Чтобы я действительно... в армии еще у него на три года он военный моряком ушел, там три года надо жить. У вас половина отпустили. Потому что фильм надо было снимать, его, в общем, Мосфильм добился, что его на полгода раньше отпустили. Дело в том, что сочинение музыки этой песни замечательного. Он уже все знали, что он поедет на Камчатку. И последний день мы совмещались в доме кино в ресторане. Слегка выпивали. И опять об этой теме. Какая должна быть тема, тема, тема. Но с этим мы расстались. Я ушел домой, слегка под шопе. Вдруг силы что-то сыграл. И я не помню, что это то, что нужно. Бывают такие ощущения. И тогда я вспомнил прием, который пианисты знают. Мышечная память пальцев меня вывела на то, что я сыграл. Так поставил руки и постепенно началось. Вот такая история. Потом я успел сыграть. После еще он мне писал, что давай никому, не отдавай никому. тема из «Раба любви» в одном интервью вы сказали, это одно из самых важных для вас музыкальных произведений. Одно из самых важных музыкальных произведений. Наверное, неожиданно. Там тоже удивительно одно слово Михалкова. Какая должна быть тема? естественно конец Серебряного века, последняя Одесса, последний оплот свободной жизни, что называется, «Первое время чумы». И актриса «Вера холодная». И он одну фразу сказал, что мне нужно, чтобы всем было изломанно. Эту фразу я написал там ответа. Сейчас не слышно ответа. Поэтому для меня тоже она необычная, потому что она как бы не вокальная, но потом я хор пел. Ваша музыка, она подсказывает зрителю то, какую эмоцию нужно испытывать в тот или иный момент? Или же здесь все так индивидуально? Нет, ну как неизбежно музыка я закладываю эмоции, она так сам получается, что-то передается. Там всякие люди говорили насчет. Но вот я надеюсь, я надеюсь, что она передает то, что это связано сочинение этой музыки и записи моя супруга попала в автомобильную аварию там с моим сыном все так наехало на другую так что такая критическая флаконичная ситуация была. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Я хотела сказать, что ваша музыка вообще вспоминали свой среди чужих и тому подобное. то есть его не представляешь. Вот вспоминаешь этот фильм, тоже музыка. И когда музыку слышишь, вспоминаешь этот фильм. И вот особенно поражает песня, которую поет Градский. Скажите, а вот вы сами выбираете певцов или вам режиссер предлагает, если у вас есть песня? нет, нет, это дело редакции. Музыкальная редакция очень важный такой инструмент, потому что музыкальная редакция занимается сбором информации о композиторах, о исполнителях, певцах и так далее. И там в картотеке можно послушать варианты, как они звучат на пленке, и в то время все это было. А Градский только что появился тогда, только что. Но уже его заметила музыкальная редакция, мне бы его предложил. Такая история. Но ведь ваша музыка, если слушать ее отдельно от фильмов, то она звучит как такое самостоятельное, наверное, изречение. Насколько она автономна все-таки? Нет, но я делаю то, что играется помимо кино, это я делаю специальную адаптацию к концерту. Это целая большая работа. У меня просто много концертных программ 8-10, где музыка из моих картин, которые специально уже адаптировал к сцене. Кино это же короткие эпизоды все, много раз повторяющиеся. А здесь нужно композицию построить, чтобы логика была. Поэтому все это адаптировано к эстраде, к сцене. Вы в одном интервью рассказывали о том, что в Голливуде было очень удобно работать, потому что можно было сконцентрироваться именно на музыке и никто не отвлекал. Вот этот период вы как раз называли очень плодотворным. таскуйте по этому времени и по этому месту? Нет, знаете, по этому месту да. Лос-Анджелес для меня может быть любимый город стал. Это вечное лето прежде всего. Причем такое настоящее без всяких осеней всегда тепло. 20-30 огромное мощь государства, изображательные люди. И пусть еще масса знакомых по России. Первая волна, вторая. Я тогда приехал без языка, без совершенно. Мне было как-то страшно. Потом все попало в свою среду. Вообще кино во всем мире, я в разных судьях работал, это отдельное государство. Там нет ни национальности, ни партийной предложения, ничего. Только умеешь, не умеешь. Все. Если ты умеешь, совершенно плевать. Хромой, косой, коммунист. Все тебя берут, разработкают, ты работаешь на место, открываешь все возможности, все, что тебе нужно. Это удивительно, конечно, кажется. Это вспоминаю с огромной наслаждением. Я жил недалеко от Итриана, как раз тоже осознанно. Санкт-Монико. Много наших слушателей передавали вам благодарность за те ассоциации и воспоминания, благодарили вас за талант. Также задают вам вопрос о том, кто повлиял на вашу музыку, потому что вы повлияли на многих. Во-первых, конечно, Мориконе, безусловно. Это гениальный мелодист, я, пожалуй, никого рядом с ним не поставлю вообще. Просто. Как симфонист это Джон Виллис. Я сейчас назову только иностранные фамилии. Если говорить о наших, то, пожалуй, никто. Вот. Ну что ж, мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Композитор Эдуард Артемьев был с нами на прямой связи. Спасибо вам. До встречи. Всего вам доброго. Спасибо. Сейчас мы поставим свой среди чужих.